Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, ссылка в описании. Становитесь спонсором на Ютубе кнопкой «Ссылка под видео». Молдова направит 40 миллионов евро, предоставленные Европейским Союзом, на модернизацию своей армии. Об этом заявил госсекретарь Минобороны страны Валерий Умижа в интервью YouTube-каналу «Азона де Секюрате». По его словам, закупкой и доставкой техники в Молдову займутся структуры ЕС, они же будут контролировать её эксплуатацию в республике. Военный чиновник уточнил, что молдавские власти прежде всего попросили мобильные грузовики ИВЭКа и ХАМВИ взамен устаревших гусеничных образцов. Вторая – область оборудования, которая обеспечивает тыловую поддержку военных и операций по поддержке гражданских властей. Третья партия будет закуплена для киберзащиты. Следующей возможностью станет связь и последняя обсуждаемая необходимость касается наблюдения за оперативным пространством. «Нам нужны беспилотники, чтобы своевременно делать определенные выводы», – рассказал Мижа. Госсекретарь подчеркнул, что потребностей у армии гораздо больше, но, понимая, что есть кризис и соц. аспекты, двигаться к цели будут постепенно. Ранее президент Молдовы Санду потребовала переоснастить армию, чтобы не пришлось идти с «мотыгами против авиации». По её словам, власти должны подумать над тем, как защитить своих граждан. Таким образом, глава государства ответила на критику со стороны оппозиции насчёт инициативы ЕС и НАТО по перевооружению молдавской армии. «Если однажды Россия попытается на нас напасть, что нам делать – посылать армию защищать нас «мотыгами»? Мотыгами против авиации», – сказала Санду. Напомним, в начале июля власти Молдовы начали предварительные переговоры с Западом о военной помощи республике. Речь идёт прежде всего о получении летального оружия. Глава МИД Британии ТРАС заявила, что Лондон обсуждает союзниками возможности поддержки стран, которые не в состоянии сами обеспечить защиту на случай военного вторжения. «Я бы хотела, чтобы Молдова была экипирована по стандартам НАТО. Мы обсуждаем это с нашими союзниками», – добавила она. Отметим, что Молдова опасается российского вторжения после того, как Кремль начал полномасштабную войну против Украины. В Кишинёве обеспокоены тем, что боевые действия могут переместиться на юго-западную часть Украины. Как передаёт Пятый канал, об этом заявила Гаврилица. Она убеждена, что обеспокоены возможным вторжением должны быть все маленькие страны вокруг России. Относительно Молдовы такие заявления, что государство едва ли не больше всего пострадало от рост вторжения в Украину, инфляция в Молдове составляет 32%. В то же время Гаврилица заявила, что молдавский народ благородно переживает кризис, и отметила, что её страна добровольно приняла множество беженцев и готова принять ещё. Этот риск хоть пока что гипотетический сценарий, но если военные действия переместятся далее, на юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то, конечно, мы очень волнуемся. Если государство может начать войну с захватом территорий без учёта, знаете ли, международного права, то в этом смысле никто не застрахован. И я думаю, что многие страны обеспокоены, подчеркнул премьер-министр. Существует также предположение, что Россия планирует вторгнуться в Молдову под предлогом признания независимости Приднестровья. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки.